Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Дмитрий Насколько граждане созрели выходить на митинги и эволюционировали в участии в этих митингах? Мой первый вопрос Роману. Роман, расскажите, пожалуйста, поменялась ли в последнее время культура проведения публичных акций в Казахстане? Насколько хорошо организованы граждане? Насколько они научились митинговать? И расскажите нам вообще о ситуации в Казахстане. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. В первую очередь спасибо за приглашение. Единственное, хочу подчеркнуть, что, возможно, будут посторонние звуки, потому что почему-то ремонт затеяли соседи резко. Но, тем не менее, отвечая на ваш вопрос, мне хотелось бы следующее сказать. В первую очередь хочется отметить, что у нас в Казахстане с 1910 года действует новый закон о мирных собраниях, который был, в общем-то, продвинут вторым президентом нашей страны, президентом Тукаевым, который неоднократно заявлял о том, что закон хороший, что он соответствует между стандартам и так далее. И наши власти точно так же об этом говорят, что якобы закон очень прогрессивный, очень хороший, ну и далее по списку. Мы лично работали, я и мои коллеги, мы лично работали над поправками в этот закон, мы предлагали свои поправки. Этот закон, о котором мы сейчас говорим, он, несмотря на то, что он новый, он содержит в себе все те негативные родовые пятна, которые были в законе 1995 года. В первую очередь у нас все еще сохраняется де-факто разрешительная процедура, а не уведомительная. Второе, наши граждане имеют право выходить на мирные собрания только в тех зонах городов, которые предусмотрены соответствующим законом или маслехатами, которые их выбрали. И более того, существует огромная проблема с тем, что у государственных органов, которые разрешают мирные собрания, у них существует колоссальная трактовка того, на основании чего можно либо отказать в проведении мирного собрания, либо в процессе его ограничить, либо уже прекратить его на любой стадии мирного собрания, которое оно будет проходить. Поэтому данный закон о мирных собраниях в Казахстане принят в этом году, он не соответствует международным стандартам, не соответствует нашему национальному закону, и в том числе Конституции Республики Казахстана, в которой четко написано о том, что каждый человек имеет право мирно и без оружия собираться на улицах городов, либо других населенных пунктов. Это вот первое, что я хотел сразу же отметить, позицию правоочетательного сообщества Республики Казахстана, особенно тех, кого я представляю. Это раз. Во-вторых, что касается того, насколько люди сформировались, насколько они готовы выходить на мирные собрания, как они работают. Здесь также отмечу, что на протяжении всей истории независимости Республики Казахстан, подчеркиваю, на всей протяжении независимости Республики Казахстан, ни одно мирное собрание, которое было разрешено властями, оно никогда не закончилось, какие бы то ни было, правонарушениями со стороны именно представителей митингующих. То есть тех людей, которые выходили на мирные собрания. Любое нарушение закона, провокации, попытки срыва мирных собраний, они так или иначе всегда были инспирированы либо самим представителями местной исполнительной власти, либо это были силовые структуры, либо это были люди, которые были внедрены, скажем так, в ряды мирных демонстрантов каким-то образом изнутри или извне, для того, чтобы проводить какого бы то ни было рода, скажем, действия, что называется провокации. Поэтому последние события, которые происходят в Казахстане, если мы посмотрим в динамике, то мы увидим, что, в принципе, когда люди могут мирно, без оружия собираться, они действуют в рамках логики закона, хотя, конечно, они его не приемлют, с одной стороны. С другой стороны, они действуют в рамках логики всех тех дополнительных национальных и международных нарративных актов, не нарушают правопорядок, не мешают движению, делают в том, чтобы мирное собрание прошло мирно, открыто, чтобы те требования, которые люди заявляют, они были услышаны теми, в отношении которых они были заявлены. Даже после себя, на тех мирных собраниях, на которых я был последнее время, даже на этих мирных собраниях люди после себя даже мусор убирают. Таким образом, полностью вся инфраструктурная подготовка и весь процесс, и, скажем так, все, что происходит в период и после проведения мирного собрания, полностью контролируются организаторами. Никаких провокаций, правонарушений мы там не замечаем. И, соответственно, все проходит в рамках логики закона. Таким образом, мы просто понимаем, что в Казахстане сформировалась культурно-мирных собраний, но она, честно говоря, и была, потому что люди, которые выходят на мирные собрания, они хотят через свою позицию, через свою боль в некоторой степени просто достучаться до тех людей, которые принимают решения или до тех, в отношении которых собрание и направлено. И таким образом казахстанцы демонстрируют достаточно высокий уровень проведения мирных собраний. Я думаю, что дальше будет только больше. Но, единственное, нам нужно проводить своего рода адвокационные действия для того, чтобы нормы закона о мирных собраниях, которые действуют сейчас, их нужно менять, соответственно, и давать больше свободы действия гражданам. Спасибо большое, Роман. Да, мы видим, что в Казахстане, в Кыргызстане очень активно люди и проводят свои мирные митинги, собрания, шествия и так далее. Давайте сейчас мы послушаем о том, как обстоят дела в Кыргызстане. Ильшаир, давайте расскажите, пожалуйста, нам о том, как сейчас обстоят дела в Кыргызстане. Это страна, где вообще-то, в принципе, люди умеют митинговать и пользуются своим правом на проведение публичных акций. И мы являемся этим свидетелем на протяжении 30 лет. И расскажите, пожалуйста, больше, поменялась ли культура проведения публичных акций в Кыргызстане за последние годы? Научились ли проводить люди их мирно, без провокаций? Насколько я знаю, в Бишкеке с 2007 года в вашем законодательстве для таких акций отведено в специальное место. Недавно вы были свидетелями того, как происходили митинги в поддержку или против войны в Украине. Пожалуйста, расскажите. Ну, действующая конституция, вы тоже об этом отметили, она позволяет, то есть гарантирует каждому беспрепятственно собираться, проводить публичные мероприятия и доводить до органов власти свои проблемы, поднимаемые вопросы или мнения. Но к этому, такому беспрепятственному праву, даже вот к тому конституционному положению, Кыргызстан шел очень долгим, тяжелым путем. До 2002 года в Кыргызстане не было закона, который бы регулировал вообще право на свободу мирных собраний. В основном эта сфера регулировалась различными подзаконными актами. В 2002 году, когда произошли очень трагические события на юге Кыргызстана, это акцийская трагедия, в результате которых погибли в результате применения огнестрельного оружия граждане, которые вышли на акцию протеста. После этого парламентарии экстренно собрались и приняли закон с таким для очень длинным названием. Однако и этот закон содержал, знаете, такую конфронтацию в первую очередь между обычными гражданами и правоохранительными органами. Во-вторых, он закладывал разрешительный порядок. И получается, мы сегодня можем говорить, что до 2012 года, я потом объясню, почему до этого времени, а вообще в Кыргызстане культуры проведения мирных собраний не было. Потому что на законодательном уровне изначально закладывалась угроза проведения всех мирных собраний. Они в основном проводили в специально отведенных местах. То есть это обычно был ипподром, и это был сквер имени Максима Горькому. На местах это различные парки. Ну и, соответственно, люди хотели быть услышанными, они хотели свои проблемы доводить до властей. Но так как власти не хотели их слышать, в результате это переходило в более другие, менее ненасильственные формы доведения своего мнения до органов власти. В результате происходили провокации и конфликты. В 2010 году кардинально была изменена редакция Конституции и положение о праве граждан на свободу мирных собраний, в соответствии с которым был пересмотрен закон и был принят новый закон, действующий как раз в 2012 году, был принят о мирных собраниях и который закладывает полностью эту презумпцию в пользу проведения мирных собраний. И где говорится, что право на мирное собрание гарантируется каждому. Главное, чтобы это мирное собрание не было вооруженным, не преследовало противоправной цели и не было насильственным. Закон четко устанавливает обязанности государственных органов, органов местных властей, права и обязанности в том числе участников и организаторов. И на сегодняшний день уведомление является правом каждого. То есть если человек захотел уведомить органы власти, то он пользуется своим правом на подачу уведомления. Если нет, то он не несет ответственность. В любом случае государственные органы обязаны обеспечить и защищать его мирное собрание. И практика показывает, что с принятием действующего закона о мирных собраниях люди действительно начали пользоваться его положениями и реализовывать его положениями. Например, в 2021 году результаты мониторинга показывают, что люди чаще начали подавать уведомления. То есть появилось вот это доверие к уведомлению органов власти о проведении мирного собрания, потому что власти стали меньше использовать уведомления как основание для запрета или ограничения собрания. То есть это в 2021 году такая практика была. Еще одна тенденция – это все-таки то, что люди начали использовать больше такие, знаете, визуальные, больше ненасильственные формы выражения мнения, начиная от различных флешмобов, различной формы собраний до сидячих различных акций с использованием флешков, с использованием каких-то цветов и так далее, и так далее. То есть даже формы поменялись. Формы собраний, они очень такие разные сегодня, красочные, и люди используют очень много визуальных средств для того, чтобы довести свое мнение. Другая практика – это когда мы получаем обратную связь от государственных органов. Например, такие муниципальные предприятия, которые ответственны за уборку территории после определенных собраний, где они говорят, ну вот спасибо участникам мирного собрания, которые не оставили мусор и делают там пост в социальных сетях. Это тоже говорит о том, что люди начали очень уважительно относиться к этому праву, и не только к этому, а еще в том числе к работникам этого предприятия и так далее, и даже к месту проведения своего мирного собрания. Поэтому, в отличие от предыдущих годов, до 2012 года, можно смело говорить, что граждане стали больше использовать ненасильственные формы выражения мнений и уважительно относиться к этому праву, в том числе и к другим людям, которые не являются участниками собраний. Однако вот последняя тенденция, которая происходит с начала этого года, в частности, в марте-апреле месяца, они показывают, что власти снова видят в мирных собраниях и его участниках угрозу, отправляют проводить собрания в удаленные места, где их никто не услышит и не увидит. Бывают случаи, когда имеют место провокации, и при этом при всем том, что закон о мирных собраниях регулирует также этот вопрос, что и оставляет полностью на усмотрение органов милиции, что они должны выявить, нарушить или применить к ним законные действия без прекращения мирного собрания, мы видим, что никаких действий по этому вопросу не предпринимается. О чем это говорит? Это говорит о том, что культура проведения мирных собраний, она все-таки формируется за счет культуры диалога между органами власти и гражданами. И когда нет вот этого диалога, когда власти боятся этого диалога, и когда они отправляют граждан подальше от этих механизмов, от этой площадки диалога, там, где они не могут быть услышаны или увидены, то граждане в какой-то мере уже как бы у них терпение просто лопается, и они начинают использовать другие формы, другие формы доведения до властей своих проблем и своих вопросов. И, конечно, сегодня вот эта вот тенденция, которая была, в принципе, до 2012 года, когда никто не мог получить разрешение на проведение мирного собрания помимо там сквера Максима Горького или у ипподрома, мы видели, во что это выливалось. Мы видели, что это были 2005 годы, это 2010 годы, когда внутренний конфликтный потенциал народа, он просто выливался наружу. А он выливался в том числе за счет того, что власть не слышала их. И сегодня вот мы видим, что власть все обратно с этого года начинает повторять эту же ошибку. Поэтому культура проведения мирных собраний, она формируется за счет того, насколько сами власти готовы культурно слышать этих людей, слышать свой народ. А если власть бескультурно отправляет какие-то места удаленные, то и люди начинают задумываться о применении других форм выражения мнения. Спасибо большое, Большаир. В следующем нашем блоке мы будем говорить о реакции властей на проведение таких публичных акций. А сейчас я хочу предоставить слово Раджабу Мирзо. Раджабу Мирзо, потому что, например, для нас, я в Таджикистане живу, и для нас вот такие мирные акции, как в Казахстане и в Кыргызстане, это только мечтать об этом приходится. Насколько я знаю, что на проведение публичных акций у нас существует негласное табу. Раджаб, уважаемые, пожалуйста, расскажите, как граждане Таджикистана используют свое право на проведение мирных шествий, митингов и пикетов, и расскажите нам, пожалуйста, о ситуации и динамике проведения этих акций за 30 лет. Пожалуйста, Раджаб, вам слово. Добрый, коллеги. Извиняюсь, что чуть-чуть опоздал. А что можно сказать о ситуации в Таджикстане, где, я думаю, все так и так знают. Да, в самом деле, 30 лет назад, вот именно в эти дни, в марте-апреле 92-го года, в самом деле, значит, Таджикистан, особенно в Душамбе, назвали страной демократии, где почти что каждой неделе провели разные митинги с, конечно, политическими вопросами и этими. Но после, вот так как митинги у нас превратились потом на гражданскую войну, так и, как я сказала Лова, у нас, значит, мы пришли к такому времени, что у нас уже табу. Но, тем не менее, до 2000-х годов у нас были кое-какие движения, да, например, в Согде, в Леновадском области несколько раз провели такие митинги. И в Душамбе их почти что не было. Потом у нас, значит, митинги вот такими, да, они, можно сказать, что приобрели более социалного характера. Это начиная с 2003 года. Если вы помните, тогда, именно тогда, люди начали выходить на улицу, когда началась вот эта бисерная пирамида с задержанием этого Джамшеда Сёева. И люди, это можно было сказать, что это была первая такая масштабная акция, где люди вышли на улицу. И потом у нас были еще несколько попыток, особенно когда был пожар в базарах, да, если вы помните, в 2012 году, в сентябре 2012 году, люди вышли на улицу, когда, значит, был пожар в самом большом в Инкитаджестане. И были еще кое-какие такие мелкие, да, собрания, но более политического значения. Можно сказать, что у нас давным-давно не было, хотя единственный случай 2006 года, когда это мы провели пикет около Министерства юстиции и потом нас задерживали на 15 суток. Хотя это было незаконно, незаконно в том плане, что тогда законы о собранных митингах, демонстрациях и юридических решениях не было, на таджийском варианте, не было такое понятие, как пикет, чтобы, значит, получить, например, разрешение от властей. Но на русском варианте это было и использовалось. Точно такой пикет провели потом еще в 2013 году, значит, когда был задержан, Зайцаидов. И их тоже, да, задерживали на 15 суток, и все. Поэтому можно сказать, что до 2006 года такие политические митинги или не были собраны политическими требованиями вообще не были до 2006 года. Вот с 2007 года уже начались кое-какие собрания, митинги в Харроге, где, да, уже начали говорить, начали люди говорить о том, в основном, ну, в основном политические вопросы были поняты в этих и. Эти митинги продолжают почти каждый год и только Губау и только Губау, по мере, да, на помере. А в Душамбе и других городах и области у нас почти что митинги с политическими вопросами не проводятся, хотя я не помню. Это общая картина. И поэтому вот в таком формате говорит о том, что насколько, значит, мы научились культурно провести, я думаю, это излишне. Да, спасибо, Раджак. Вот Узбекистан еще одна страна, где редко можно услышать о публичных каких-то акциях. С нами сегодня Тимур Исмаилов, который с 2017 года пытается получить разрешение от властей на проведение акции «Бессмертный полк». Тимур, пожалуйста, расскажите нам о ситуации в Узбекистане. Насколько граждане вашей страны могут реализовать свое право на проведение публичных акций и вообще как обстоит ситуация с этим в Узбекистане. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Приветствую всех, дорогие коллеги, дорогие эксперты из других стран. И вот, Лола, не упрек вам, говорю, прямо вот сейчас в вашем слове, что идет работа по разрешению на «Бессмертный полк». Уже получилось так, что содержится введение заблуждения, ибо понятия разрешения в нашем законодательстве нет. Сейчас я поясню. Вот ты узнала об этом, да. Вот. Во-первых, Узбекистан, что его отличает от всех среднеазиатских стран, это это вместе с Украиной единственной республики бывшего СССР, где с 1988 года не был принят новый порядок организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстрации. Даже вот в соседнем Туркменистане, представители которого сегодня не присутствует, порядок есть, закон есть. Как он реализуется, это другой вопрос. В Узбекистане отдельного нового порядка нет. Я начал работать именно над организацией народного шествия 9 мая, что я имею в виду народного, то есть организуемого ни администрацией города, ни чиновниками, ну, как люди говорят в интернете для галочки, а именно, как народная инициатива. В Ташкенте я начал с 2018 года. Ну, если что-то организовать, надо сделать законно. И в законодательстве выяснилось, какого-то порядка нет, но в Кодексе об административной ответственности, в Уголовном кодексе, есть наказание за нарушение несуществующего порядка собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций. Вот как это объяснить? За несколько лет выяснилось следующее. В Узбекистане у нас право на собрание, митинги, шествия, демонстрации гарантировано 33-й статьей Конституции. Кроме того, Узбекистан присоединился в 1995 году к Международному акту о гражданских и политических правах. А там сказано, что право на собрание не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются законом и которые необходимы в целях безопасности, порядка и схожих пунктов. И в Узбекистане установлен приоритет международных договоров, то есть пактов, конвенций перед внутренним законодательством. То есть получается, раз ограничений нет, делай что хочешь. Но это как бы приводит к анархии. В моей работе выяснилось, в Узбекистане есть два документа нормативно-правовых акта 92-го года, по которым все советское законодательство, которое не было заменено на новое и которое не противоречит Конституции Узбекистана, продолжает действовать. Причем как законы СССР, так и подзаконные акты. Отмечу, что у нас до 2019-го действовало 160 ведомственных нормативно-правых актов СССР, то есть актов, принятых министерствами, ведомствами, комитетами. Самые старые действовали с 1954-го года. Их отдельно выводили с действием постановлением президента, а потом постановлением Кабмин. К чему говорю? На основании этого у нас продолжает действовать советский порядок 1988-го года, но не весь, а в части непротиворечащей Конституции. И нами было получено в том году соответствующее разъяснительное письмо, то есть это не толкование закона, а просто разъяснение Конституционного суда Республики Узбекистан. Хорошо, возникает вопрос, порядок есть, а надо ли с кем-то согласовывать свое шествие или собрание, или что-то еще, или нет. Здесь я хочу одну вставку сделать. К сожалению, в последнее время, когда в СМИ говорят слово митинг, его случайно или преднамеренно используют в значении протест или массовые беспорядки. Это не так. Митинг – это любая активность граждан, когда люди собираются и проводят общественное обсуждение какого-то вопроса для привлечения внимания. То есть митинг может быть митинг протеста, это может быть митинг памяти, это может быть митинг в поддержку, то есть не обязательно это политический протест, но, к сожалению, в СМИ часто так используется. Так вот, по советскому порядку любая общественная активность согласовывалась с исполнительным комитетом Местного Совета Народных Депутатов, то есть с исполкомом. Это был орган местной власти. Но возникает вопрос, хорошо, сейчас мы живем в Узбекистане, кто у нас правоприемник исполкома или кто может им являться? В законодательстве таких норм нет, но исходя из косвенных признаков, о которых я в статьях писал, исходя из здравого смысла, по логике это администрация Ташкента, хокемият города Ташкента. Так вот, в прошлом году работа по согласованию Бессмертного полка ввелась с хокемиятом города Ташкента. Ну, к сожалению, какое-либо желание или хотя бы стремление изучить обращения граждан хокемият Ташкента не проявлял. Обращения отправлялись в ГУВД Ташкента в другие органы отфутболивались или писались отписки. Я даже подал в свое время в суд и суд определил, что ответы хокемият они ну, просто рекомендации не носят обязательного характера. Так вот, но в 15 апреля прошлого года и Конституционный суд опять же в письме разъяснил, что у нас по Конституции исполкомов нет. То есть и никакой орган не может являться его правоприемника. Теперь смотрите, что складывается. Получается согласовывать с кем-то собрание, митинг, шедствую демонстрацию не с кем. Запрещать некому. И что теперь делать дальше? Если посмотреть на оставшиеся части советского указа, то там сказано, что общественная активность должна быть остановлена, если первое, не подано заявление, второе, если состоялось решение о запрещении, а сейчас запрещать никто не имеет права. И третье, если после начала возникают беспорядки, угроза жизни и так далее. То есть получается сейчас по законодательству, чтобы провести какое-то собрание, митинг, шедствую, демонстрацию, достаточно заявить. Просто подать заявление, то есть по сути уведомить за 10 дней, как было при Союзе, и по установленной форме. Вот это только в том году окончательно стало ясно. Тут у кого-то может возникнуть вопрос, это что же получается, никто не может запрещать, что ли? Не совсем. В Конституции нашей сказано, что органы власти имеют право приостанавливать, запрещать активность только по обоснованным соображениям безопасности. Но возникает вопрос, какой орган власти? Ибо, как помним из международного акта, право на собрание никаким ограничениям не подлежит. Так вот, и в прошлые годы, и с декабря единственный орган власти это президент. И он может принять указ о запрещении всех собраний, митингов, шедствий, демонстраций в какой-то территории только при объявлении чрезвычайного положения. Это было и по советскому закону, который у нас действовал аж до декабря 2021 года. Это и сейчас по новому узбекистанскому закону. Вот такая складывается картина. То есть, если вот я не хочу сейчас время занимать, подробно говорить, в целом, в целом достаточно просто заявить. Но это по закону. А что на практике происходит? Вот я работаю над организацией бессмертного полка в этом году в Ташкенте. Кому заявлять? В законе нигде не сказано. В законе об органах власти на местах о хокемиатах никакого пункта относящимся к собраниям честным демонстрациям нет. То есть хокемиат ни при чем. есть норма в законе об органах внутренних дел. И сейчас это перетекает на вторую сторону вопроса о блокировании местности или улицы или участков местности для общественной активности. Так вот, по нему конкретно в городе Ташкенте правом отцепить или блокировать местность обладает только начальник ГУВД города Ташкента. То есть начальник полиции говорят таким простым языком. Так вот, ему и было подано заявление. Однако до этого органы внутренних дел с таким не сталкивались, чтобы граждане вот так раскопали порядок и чтобы к ним обращались о перекрытии улиц. Была проведена большая беседа, ну, мы встретились, я, двое сотрудников Ташкентского ГУВД переговорили. У них есть практика, им хокемиат или другой вышестоящий орган дает поручение вот там-то, 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 там-то закрыть улицу. Вот, и они на основании этого закрывают. До этого таких у них случаев не было. Но я пояснил, товарищи, это у вас практика-то сложилась, но мне, как гражданину, нужны нормы в законе. Ни в каком законе такого нет, что вы только блокируете по поручениям хокемиата. Поговорили, 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 я поднял законодательство, и один последний момент, который скажу, с 2019 года в Узбекистане действует закон об административных процедурах. Это рамочный закон, который регулирует по сути любую деятельность, когда вам что-то надо от государства, или государству что-то нужно именно от вас. Вам нужен паспорт, лицензия на видоводочный магазин, разрешение на концерт, или еще что-то, все это должно быть в рамках этого закона. Коротко, по этому закону, из этого закона следует, что ГУВД Ташкента имеет право вынести решение на основании заявления заинтересованного лица, то есть граждане пишут, прошу закрыть улицу о бессмертном полке, они имеют право его рассмотреть, они имеют право запросить другие органы в рамках взаимодействия, но независимо от того, те ответят, не ответят, это не должно препятствовать разрешению дела. Вот такая картина. Но что получилось по факту? Я заявил в ГУВД, ГУВД переправила в городской хокемиад, городской хокемиад молчит. Невозможно найти ни исполнителя, невозможно найти концы письма, и получается дело встало. Вот такая картина получается, если вы хотите собрание, митинг, шеств и демонстрацию законным образом провести. И кто-то скажет, и в интернете пишут, надо в суд подавать, обжаловать, но в суд подавать на кого? Хокемиад ни при чем, он имеет полное право даже не отвечать. Срок, в течение которого принимается решение, не урегулирован, ибо в советском порядке этого нормы не действуют, они были насчет исполкомов. Получается, если даже 8 мая от ГУВД какой-то ответ придет, это тоже будет в рамках законодательства. До этого возможности обжаловать пока нет. Вот примерно такая правовая путаница в законодательстве Узбекистана, но я, чтобы не занимать время, остановлюсь сейчас и уже оставшиеся вещи мы можем в рамках вопросов, ответов обсудить. Спасибо большое вам, Тимур, очень интересные вещи вы рассказали. На самом деле вот это вот слово митинг, которое всех пугает, оно с английского языка просто переводится в собрание. У нас, например, мы встав митинги каждый понедельник проводим. Давайте поговорим о реакции власти стран Центральной Азии на реализацию этого конституционного права. В конце марта, начале апреля мы были свидетелями о том очень интересных событиях, которые происходили в Кыргызстане. Я уже об этом говорила, там митинги в поддержку Украины то разрешали, то разрешали. Большая, расскажите нам, пожалуйста, насколько власти научились адекватно реагировать на проведение митинга. Вы уже в первой части своего выступления говорили об этом. Ну вот смотрите, если это культурный митинг, то запрещать его и ограничивать это незаконно. Если происходят какие-то события, где власти заинтересованы, они, я вот увидела, что во всех странах не запрещают их проводить. Вот как нынешние власти Кыргызстана реагируют на митинги? Ну, право на свободу мирных собраний, оно может быть ограничено. И оно может быть ограничено законом и в целях вот эти четыре цели общеизвестные. И у нас закон о мирных собраний четко разделяет, когда может быть ограничены мирные собрания по месту проведения, по времени проведения и по маршруту движения. То есть ограничено это не означает запрет. Это, например, ограничено не в 2 часа, а в 4 часа. Или не на площади, а где-то возле перед кинотеатром. То есть по месту должны быть объективные основания, то есть законные основания, которые предусмотрены законом. И закон также предусматривает, когда могут быть мирные собрания запрещены. Это в случае пропаганды войны, призывов дискриминации, вражде, то есть обратно же те же положения, которые содержат международные договора в области прав человека. Но что у нас сейчас происходит в настоящее время? В настоящее время, как я уже отметила, власти снова начали видеть угрозы во всех мирных собраниях. Это не только мирные собрания, которые касаются украинско-российского вопроса, в частности войны в Украине. То есть начиналось с этого, потому что посольство России направило ноту в МИД Кыргызстана, где потребовало, чтобы запретили все мирные собрания перед посольством. Но однако почему-то эта нота посольства вдруг распространилась и на другие территории, в том числе перед зданиями государственных органов Кыргызстанской республики. И тенденция идет к продолжению. И если был первый запрет на собрание только по вопросу Украины и России, то сейчас уже очень много запретов, которые рассматривают запреты вообще любых мирных собраний. У нас запрет или ограничение принимается судом. Принимается судом, и запрет и ограничение может быть наложено только в отношении конкретного проводимого собрания. Это закон такой, так требует. То есть вот идет собрание или планируется, вот если есть реально угрозы, если есть законные основания, то суд принимает решение о его запрете, либо его об ограничении. Все на это. И сегодня вот последнее решение, я сидела, посчитала, из 365 дней в году у нас только на одной территории, только на одной территории города Бешкек, районной территории, давайте назовем первомайскую, да, возьмем, запрещены любые мирные собрания на 231 день. На 231 день, это начиная с марта месяца, до 1 сентября запрещены все собрания. И они запрещены перед самыми важными государственными органами. Это перед депутатами, перед президентом, перед главой комитета национальной безопасности, которые расследуют сегодня, то есть являются органом, одним из важнейших органов по проведению следственных мероприятий. И вот так вот власть начала действовать, и это, знаете, было так неожиданно, потому что, когда вставал вопрос еще в отношении Украины и России, многие люди говорили, ну да, это правильно. Я еще тогда говорила, слушайте, если запретили вот этот вопрос, то завтра будут запрещать другие вопросы. И послезавтра уже все мирные собрания. И вот получается, что сегодня мы видим, что первое решение было 11 марта, второе решение было 1 апреля, и вчера, буквально позавчера, 13 апреля уже третье решение только по одной территории. Такие же аналогичные решения суда есть и по другим территориям, районным территориям, административным территориям города Бишкек. То есть фактически сегодня в Бишкеке невозможно провести никакое мирное собрание ни по какому вопросу. Ни по вопросу Украины и России, ни по вопросу воды, детских садов или права лиц с инвалидностью. Все, они запрещены. Но ужас состоит в том, что полностью проигнорированы законные требования, законные требования закона о мирных собраниях. Полностью проигнорированы и необоснованно приводятся те основания вот в решениях судах, да. Например, когда они говорят, что это мешает туристам, что туристы боятся приезжать к нам в столицу. Или, например, они приводят такие обоснования, что такие собрания приводят к затору, к помехам движения. То есть предполагаемые какие-то угрозы, которые необоснованы, которые недоказаны, которые не имеют сегодня реально места быть. И это полностью нарушение закона о мирных собраниях. Поэтому сегодня как выглядит реакция государства, органов власти, в данном случае на конституционное право граждан? Она выглядит как самоустранение. Все. Государственные органы самоустранились. Они самоустранились не только от обеспечения, но они самоустранились от принятия каких-то обращений. Хорошо, если вы отправляете людей в сквер Максима Горькому, то будьте добры, тогда постройте тот механизм хотя бы принятия решения. Возможно, какое-то должностное лицо того или иного органа, в отношении которого обращены требования, вопросы, поднимаемые участниками мирных собраний, возможно, он придет в этот сквер Максиму Горькому и также выслушает их. А иначе получается, вся суть, все право на мирное собрание, оно просто сводится к нулю. Потому что получается, что мирные собрания, люди выходят просто так какому-то памятнику для того, чтобы сказать о своих проблемах на местах. И очень зря государство поступает так, очень зря власти поступают так, потому что мирные собрания, они показывают, какие болевые точки есть у общества в целом. И это помогает прогнозированию каких-то планов развития для будущего, прогнозированию ситуации в будущем. Я вот отмечала, что с 2012 года до сегодняшнего года, нынешнего года, в принципе, власти в какой-то мере учились эти вещи делать. И они говорили, так, поднимаются часто социальные вопросы по вопросам воды, нехватки воды в весеннее время. И какие-то вещи предпринимались и решались. И осенью, начиная с осени до весны, пытались решить эти проблемы. Что сегодня власть получила? Власть не получает обратную связь от граждан по проблемам на местах. И получается, у власти нет четкой конкретной информации, что происходит в регионах, что происходит в селах, что происходит у обычных людей. И получается, власть свои планы развития или бюджеты и так далее, они строят на своих домыслах, потому что у властей нет достаточных ресурсов для прогнозирования, для мониторинга, для оценки ситуации. По большому счету, сегодня власть упускает вот этот инструмент прогнозирования посредством, который бы показывали мирные собрания, когда люди выходили, мирно, культурно говорили о своих проблемах. И вот сегодня мы наблюдаем вот такую реакцию государства на свободу мирных собраний. Вот как бы моя сегодняшняя практика, она такова. Помимо этого, что мы еще наблюдаем? Это вмешательство. Вмешательство вообще в тематику, в разные визуальные плакаты и так далее. Когда органы власти начинают диктовать, убери ты ту фамилию или иную фамилию. Или требуют убрать плакат и просто стоять. То есть вот началось вот эти инструменты вмешательства со стороны правоохранительных органов. Сохраняется тенденция низкого реагирования. Вот у нас закон о мирных собраний, он полностью соответствует международным обязательствам в области именно права на свободу мирных собраний. И в какой-то мере Кыргызстан его как флагман, как флаг нес на международных площадках, и все просто восхищались нашим законом. Так вот, этот закон требует что? Он требует также, чтобы государственные органы, их должностные лица, в отношении которых обращены требования, вопросы участников мирных собраний, чтобы они вышли, встретились или приняли эти обращения. И отреагировали на них, то есть дали ответ. Вот это вот совершенно, вот мы наблюдаем, вот, например, из 100% тех собраний, которые мы мониторим, это 700-800 собраний в год, то мы наблюдаем только реакцию где-то в 5-6% случаев, когда вот госорганы действительно приняли какое-то требование или петицию, и еще дали ответ, это, ну, дают ответ уже там совершенно в единичных случаях. Кроме того, я хотела бы отметить, что вот эта тенденция ограничения и запрета, которая сегодня идет, она не зависит от количества участников. У нас в 70-80% из всех собраний в год количество участников мирных собраний составляет до 50 человек. И только в одном проценте, в одном-двух проценте составляет больше 500 человек. То есть фактически оно и от этого не зависит. Мы же тоже делаем аналитику и говорим, а почему вдруг такая вот такая реакция властей на мирные собрания, с чего это вдруг, с чего? И вот получается, что это не зависит от количества людей, это не зависит от поднимаемых вопросов, потому что запрещены все. Сегодня запрещены все. Это просто нежелание властей обеспечивать права человека, это самоустранение властей от того, чтобы не решать их проблемы. Спасибо, Лова. Большое спасибо, душа Ир. Печальная картина, потому что, как вы сказали, Кыргызстан всегда был флагманом и каким-то примером для стран Центральной Азии. И вот что так происходит, это, конечно, очень печально. Вот, Роман, у меня к вам вопрос. Не так давно, еще до войны России с Украиной, мы все с очень таким глубоким переживанием смотрели кадры из Казахстана, когда были там протестные митинги и какова была там реакция и к чему это все повело. Неужели на самом деле было так опасно, протесты могли бы привести к смене власти и так далее? И как сейчас обстоят дела? Насколько власти сейчас готовы к проведению публичных акций со стороны граждан? И как у вас сейчас с этим дела? Пожалуйста. Ну, в первую очередь хочется отметить, конечно, по январьским событиям здесь нужно разделять тех людей, которые участвовали именно в мирных демонстрациях, которые начались на западе Казахстана. Это было связано с повышением цены на газ. И если вы даже посмотрите на официальную риторику и на заявления официальных лиц, то там было четко сказано, даже после того, как произошли эти события январские, было четко сказано, что есть, было разделение. То есть были люди, которые выходили на мирные собрания, которые выступали против повышения цены на газ. И они затем у нас были по всему Казахстану мирные собрания, которые выходили в поддержку именно западного Казахстана и повышение цены на газ в целом. И, соответственно, были... То есть это один кластер людей, то есть мирные митингующие. Также были люди, которые потом присоединились и начали использовать эту повестку в своих каких-то целях, и после чего начались беспорядки, но они уже никакого отношения не имеют к мирным демонстрациям. Это уже на всех уровнях было сказано после 10-11 января. Сейчас происходит дополнительное расследование. То есть знак равенства между мирными собраниями и той ситуацией, которая произошла в Казахстане, те трагические страшные события с колоссальным количеством жертв, ставить не следует. И это также подчеркивает и официальное следствие. Я бы хотел сразу подчеркнуть. Но при этом, конечно, наши власти, я думаю, они и так не очень хорошо относились к праву гражданам мирные собрания. И сейчас, конечно, у них в головах витает определенного рода прожекты, в рамках которых можно каким-то образом было бы ограничить дополнительно проведение мирных собраний. Но, тем не менее, я хочу отметить, что начиная после января, если мы берем уже февраль, март и середину апреля, в Казахстане проводилось какое-то количество мирных собраний. Это были стихийные мирные собрания. Непосредственно с реакцией граждан на войну в Украине. То есть я сам был наблюдателем на таком стихийно-мирном собрании в городе Астана, когда группа студентов, ведущих вузов Казахстана, вышла к посольству Украины в Казахстане выразить слова поддержки, солидарности и так далее. Там, конечно, было полицейских раз в шесть больше, нежели чем там было тех людей, которые пришли на мирные собрания. Но при этом мирное собрание, хотя, несмотря на то, что оно было проведено формально вне логики действующего законодательства в Украине Казахстана, то есть оно было стихийным, то есть не было отправлено уведомления, и, соответственно, не было подтверждения от местноисполнительного органа, то полицейские вели себя очень корректно, внимательно и так далее. Я поговорил с многими полицейскими, они разделяли, ну, они формально разделяли, конечно, позицию, говорили, что все ужасно происходит, ну, в общем, не трогали. При этом Акимат даже попытался организовать развозку этих студентов с места мирного собрания, уже отказались, и, соответственно, в общем, все прошло более-менее хорошо. Более того, сейчас начали разрешать проведение мирных собраний по очень важным общественно-политическим кейсам. В частности, вот у нас есть, сейчас в Казахстане происходит ситуация, связанная с поправками, так называемого сырыма за Киевой, это поправки, которые связаны с тем, что, возможно, власти могут ограничивать работу социальных сетей и мессенджер в социальных сетях на основании этих поправок. Здесь тоже, кстати, большая огласка пошла, и проходили мирные собрания, которые также прошли хорошо. То есть активисты подавали уведомления, на эти уведомления им отвечали, разрешали, то есть в строго установленном порядке мирные собрания проходили, я сам был участником этого мирного собрания. Также все прошло хорошо, вне никаких нарушений законодательства не было. Но затем, конечно, на такого рода мирные собрания, в частности, организаторам мирного собрания последнего, связанного с поправками в закон против введения цензуры в интернете, к ним, это были два молодых человека, к ним затем ни с того ни с сего пришел участковый. И, в общем-то, их оштрафовал, и оштрафовал одного из этих молодых людей на небольшую сумму штрафа за мелкое правонарушение. Я не буду в подробности уходить, но, тем не менее, участковый пришел буквально через день после того, как мирное собрание прошло, именно к ним больше никому в этом доме. Соответственно, это такие мелкие пакости, на которые все еще наши власти войдут. Это вот что касается того, какие разрешенные. Также у нас существует кластер мирных собраний, которые не разрешаются. То есть это мирные собрания, которые связаны с очень серьезными политическими аспектами. То есть все, что связано с правами человека, с правом, опять же, на собрания, на какие-то политические требования и так далее. И, как правило, такие акции не разрешаются. И в данном случае мы видим и превентивное задержание активистов, и, соответственно, запрет на проведение таких собраний, и разгоны таких собраний, и аресты, и колоссальное количество штрафов. Но я только один вам приведу такой факт, что на сегодняшний день в Республике Казахстан решений Комитета ООН по правам человека наибольшее количество именно по статье, связанной с свободой ассоциаций, то есть свободно-мирные собрания. То есть у нас больше всего сообщений Комитета ООН по этим кейсам. Больше, чем с кейсом, связанных с пытками, с правом, справедливый суд, свободой слова и так далее. Это вот такой пример. И, подытоживая свое выступление, хочется отметить, что да, действительно, власти сейчас, последние, ну, скажем, последние пару лет, они пытаются хотя бы формально выстраивать диалог между гражданским обществом и властью. Это, конечно же, связано с поручением президента, это, конечно, связано с тем, что у нас якобы происходит какая-то либерализация, но, тем не менее, мы хотя бы цепляемся в те возможности, которые у нас сейчас появляются, и люди это используют, подают уведомления, получают разрешение и, соответственно, проводят мирные собрания по тем или иным важным общественно-политическим тематикам, что, безусловно, конечно, плюс, но, опять же, хотел бы сказать, что мы, я лично, как лицо Кремии Романа и также Коалица правоза защитников Казахстана, но мы считаем, что закон о мирных собраниях, которые сейчас существуют, он противоречит как международному законодательству, так и национальному праву этой институции. Но, тем не менее, какие-то плюсы есть. Спасибо. Спасибо большое вам, Роман. Тимур, вопрос к вам. Расскажите нам, пожалуйста, о реакции властей, и вообще мне было бы очень интересно, как же все-таки в этом году вы намерены довести свое дело до конца. Пожалуйста. Да, конечно. Я когда вот в предыдущий момент сказал насчет разрешений есть, разрешений нет, коротко в Узбекистане реакция властей, лишь бы все было тихо, но дело катится постепенно к хаосу. Это ведь в двух словах. Если подробно, картина такая. Советский порядок, он по своей сути был уведомительный. Почему? Любой человек должен был написать в исполком за 10 дней, а исполком не позднее пяти дней выносил решение. Он мог согласовать, мог что-то предложить, изменить, мог запретить. Однако в чем фокус? Допустим, что если исполком затянул и вообще не ответил. Смотрим, следующую статью порядка. Собрание нельзя, митинг, шествия, демонстрацию нельзя проводить, если не если не был получен ответ, а если не было подано заявление. То есть смотрите, если вы заявили, вам никакой ответ от госоргана не пришел, вы можете проводить. То есть тогда даже при союзе понятия разрешения какого-нибудь не было. Теперь что в Узбекистане. Действительно, в интернете можно найти, действительно, многие люди говорят, что у нас якобы все-все-все запрещено, везде наложен запрет. Уши этого мнения растут из одного временного указа 1990 года. Он был принят во время беспорядков Горбачевской перестройки. И если коротко говорить, из-за событий в Москве, которые потом привели к развалу СССР. Он налагал временный запрет на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций. Однако через несколько месяцев, это в апреле 1990 года, был принят закон СССР о ЧП. И временное ограничение стало возможным только во время ЧП. И то же самое в современном узбекском законе. Но мнение в народе осталось. Этим ограничением активно пользовались. Везде его говорили. Отсюда идет такой стереотип. В Узбекистане все, дескать, запрещено, но это не так. Еще есть момент. Действительно, у нас в 2019 году был разработан законопроект. Был разработан Министерством внутренних дел. Но он носил крайне-крайне-крайне такой драконовский характер. Например, можно было проводить только по разрешению, чего даже при Союзе не было. И надо было подавать заявление за 30 рабочих дней. То есть за полтора месяца. Он был раскритикован всеми. Даже со стороны ОБСЕ, куда входит Узбекистан, и он должен прислушиваться их рекомендациям. В 2020 году, после одной моей статьи, через неделю МВД разработало второй законопроект. Тоже вносил драконовский характер. Тоже был раскритикован. Там было 15 дней рабочих дней, то есть 3 недели. И также только с разрешения хакимиата. А хакимиат – такой орган, от которого вряд ли что-то получишь. И на этом дело встало. Теперь, насчет реакции властей. Надо пояснить, а кого мы имеем в виду под органами власти. В случае Узбекистана надо разделить на хакимиаты, то есть органы местной исполнительной власти. Это органы внутренних дел МВД и органы нацгвардии. Если очень грубо говорить, это, по сути, бывшие внутренние войска МВД, которые оформлены в отдельную часть вооруженных сил и на которых возложены все охранные функции. Теперь, с 2016 года, как у нас поменялся президент, постепенно изменения заметны. То есть и органы внутренних дел, и позже гвардии. Нет такой тенденции, что если где-то люди собрались, надо моментально прийти и разогнать. То есть и изменения постепенно-постепенно есть. Тут еще один момент есть. Играет роль наш, я бы сказал, менталитет. Что я имею в виду? Наше население Узбекистана в целом по сравнению с населением Казахстана, Кыргызстана, чуть-чуть более, так сказать, спокойное. Что я имею в виду? Более готовы идти на компромисс. И как это проявляется на собрании? Была одна история в Ташкенте в 2016 году, когда в одном медицинском колледже, то есть, по сути, бывшем ПТУ, часть группы ребят насмерть забили до смерти своего однокурсника. Дело попытались замять, однако сердобольные граждане написали в интернете, собрались в парке, собрали подписи, чтобы наказали тех, кто допустил это убийство. Потом этих двух активистов осудили. По статье административного кодекса за организацию неразрешенного собрания. Это был огромный-огромный шум. Опять же, разрешения нигде нет, но глубоко почему-то копать никто не стал. В прошлом году была история, когда у нас один сквер в центральной части Ташкента решили застроить стеллы в честь годовщины самостоятельного развития Узбекистана. Точно так же одна женщина кинула клич в Фейсбуке. Люди собрались, стали собирать подписи. Однако в этот раз каких-либо задержаний, судов не было. То есть смягчение в целом реакции органов внутренних дел хокемиатов есть. Однако это и хорошо. Пример приведу. Вот я проводил статистику за последние два года, когда начальником ГУВД был назначен действующее лицо, в Ташкенте произошло по сути 76 собраний, митингов, шествий, демонстраций различного рода протестных, культурных, спортивных, в поддержку чего-то, организуемых и гражданами, госорганами. И никого там не задерживали, даже если это было организовано активистами. Да, в интернете можно найти случаи в 5-6, когда были задержаны, провела, проведена беседа или там возбуждено дело было, но в большинстве случаев нет. Очень яркий пример прошлого года у входа в здание Министерства внутренних дел двое активистов, ну, неформальной организацией, называющей себя Правозащитный Альянс Узбекистана, организовали пикет. Пикет в честь прекращения пыток, я не могу помнить, но в интернете есть. Так вот, что такое пикет? Это, по сути, мини-демонстрация протеста, так как держали предмет наглядной агитации. И кто-то, если предположит, что был вызван наряд ППС, были задержаны, была проведена беседа, ничего подобного. Вышли сотрудники МВД, пригласили на беседу, сели, поговорили, приняли заявление, и дело вот так, вот так разрешилось. То есть плюс есть. Но, с другой стороны, это и минус. Это идет к хаосу, потому что получается картина такая. Если все тихо-тихо как-то идет, ладно, тихо-тихо, и вам и сотрудники внутренних дел, и гвардия пойдет на встречу, все нормально будет. Однако, если, например, какому-то чиновнику это не понравится, или, может быть, какому-то сотруднику внутренних дел не понравится, сейчас конкретный пример приведу, то вас могут задержать или даже возбудить дело за нарушение несуществующего порядка. И в чем проблема? Какой это сигнал дает гражданам? Если ты будешь как-то пытаться, ну, по закону сделать, например, как-то-как-то, то вот такие будут препятствия или с тобой профилактические беседы. А если ты силой соберешь народ, давай на пикет выйдем, а еще лучше массой, то, в принципе, дело может спокойно пройти. Конкретные примеры. Не так давно, около месяца назад, у здания Верховного суда Узбекистана группа жителей вышли на демонстрацию протеста. Принесли большое полотно, баннер, то, что мы, суть, верим нашему президенту или требуем, чтобы что-то такое была соблюдена, справедливость, как говорит президент. Ну, суть примерно такая. Пас одна минута, пожалуйста. Да-да-да. Вот. Именно была демонстрация протеста. Все спокойно, никого не задержали, такого не было. А сейчас вот в Ташкенте есть Мирзолукбекский район, и там сейчас ситуация накаляется, потому что людей незаконно заставляют переходить из товарищей, собственников жилья в управляющие компании. Группа одна людей, ну, выложил в интернете видео, что мы, наверное, будем просить разрешения. Опять, люди не знают законодательства, пытаются по-хорошему сделать. На митинг. Многих почти вызвали к участковому на профилактическую беседу. Это нехорошо. Есть порядок, пусть он советский порядок, другие акты надо соблюдать всеми и гражданами, и органами власти. Спасибо. Спасибо большое. Очень интересно узнавать о том, как же налажен диалог между властями и гражданами. И вот, Раджаб, пожалуйста, хотелось бы услышать о том, почему так пугает слово митинг, может быть, просто переименовать как-то, какова реакция властей в Таджикистане на осуществление законного права на проведение публичных акций. Пожалуйста. В самом деле, вы сказали очень интересную вещь. Однажды я написал об этом даже так, что может у нас вот это слово оппозицию тоже нужно поменять, потому что вот это так получается, что пугают людей, что оппозиция это плохо, митинги это плохо. А вот почему люди хотят выйти на улицу, вот почему-то об этом как-то не думают, почему хотят выйти. и вот все-таки я хочу говорить о том, что как реагирует власть над попытками, которые были у нас для проведения митингов или разной собрании. Можно сказать, что власть готовится к контратаке. Контратаку в каком плане? Если вот вы помните, они начались с 2006 года в очернении всяких подсвеченных личностей, партий в северах. потом вот с 2010 уже начали другим методом. Если вы помните Лола, бросили яйца оппозиционера. Хотя это была просто встреча с избирателями лояльного депутата. сказать. Тогда он еще был лояль. И потом еще была у нас другая форма. нападение в офисах партии. Опять это была в офис социал-демократической партии. Группа людей нападали туда. И таким образом значит они во-первых хотели показать, что у нас вот такая бессилная оппозиция, что себя не может. Не может себя просто. защита это защит, а вы еще от него ожидаете, чтобы защищал ваши права. Но как мы уже сказали, такие попытки у нас в последние годы не были. Вот последнее, что мне помнится, это два года назад Махмурод Одинаев написал, это заместитель председателя Рахматулу Зуева социал-демократической партии, он написал в фейсбуке типа того, что я хочу написать письмо в адрес мэрия города Душанбель, чтобы они разрешили нам на митинг. И вот сейчас он сидит в тюрьме 15 с чем-то леди медали. То есть можно сказать, что люди не имеют никакие законы основы для проведения такие законы волеизъявления, но и власть им не дает. Хотя я еще раз хочу опять говорит о том, а почему почему власти не дадут? Я думаю, они можно делать вывод из двух причин. Во-первых, они прекрасно знают, что очень много недовольных людей по разным вопросам. И второе, они все время говорят о том, что будто это внешняя сила, которая все время может использовать любые акции. поэтому в таком формате единственное, что мы опять можем говорить, когда речь идет о вводе изведениях, собраниях, это конечно померь и то, что то же самое мы сейчас увидим, что люди, которые участвовали в митингах по мере, им тоже сейчас нелегко, часть из них уже задержаны, часть из них были убиты, вот такой формат реакции властей. Да, очень плохо, когда нет диалога между властями и населением, между народом. Мы видим, к чему, вот история ничему не учит, по-моему, людей, но вы, многие из вас говорили о том, что Тимур говорил, и Раджак тоже говорил о том, о факторе социальных сетей, о Фейсбуке, о том, что собирали активисты. И давайте сейчас мы поговорим о том, что социальные сети стали играть огромную роль в реализации права на высказывание свободного собственного мнения. Стали довольно большой площадкой и для гражданских активистов, и для простых граждан этой социальной сети. Сейчас можно наблюдать, как мнение людей сталкивается на этих площадках. Как рассказывается на динамике проведения митингов? Помогает ли гражданам стран самоорганизоваться или наоборот? Люди считают достаточным высказать свое мнение в соцсети, это более безопасно и быстро, и уже нет необходимости выходить на улицу. Как обстоят с этим дела в Кыргызстане, пожалуйста, Гушаев? Я вкратце отметила бы, да, но мы понимаем, что соцсети сегодня это наиболее эффективный инструмент как сбора информации, так и распространения информации. И соцсети в контексте свободы собрания, они тоже являются определенными эффективными инструментами, в частности, для поиска своих единомышленников. там, например, сделал пост, и говоришь, я там выхожу по такому-то вопросу, и кто хочет, присоединяйтесь. Но в то же время мы становимся, являемся очевидцами тем, что соцсети также являются площадкой, используются для распространения дезинформации, вражды, разжигания вражды, подстрекательства к насилию. И у нас тоже бывают случаи, когда, например, какой-либо пост о проведении собраний и так далее, он рассылается в различные группы, и там говорят, да, вот надо прийти их побить, побить и наказать за то, что вот они туда выходят. Ну, конечно, мы, например, когда мы видим такие посты, мы тоже реагируем, то есть ставим известность государственные органы соответствующие для того, чтобы обеспечивали безопасность участников собраний. С другой стороны, мы видим, что все те ограничения, которые должны быть, ну, на устную, да, печатную информацию, они, в принципе, действуют в режиме онлайн и распространяются на интернет, но на практике Кыргызстана мы видим, что предпринимаемые меры со стороны государственных органов, они все-таки имеют избирательный подход. То есть не ко всем тем лицам, которые подстрекают к вражде или к насилию, то есть применяется одинаковый подход. То есть в основном мы сегодня наблюдаем, что какие-либо меры, они применяются активистам, которые считаются оппозиционными, они больше ограничивают свободу независимых СМИ, медиа и так далее. И у нас слава богу доступ к интернету и доступ к социальным сетям свободный, но тем не менее вот то, что мы видим, как используются инструменты устрашения на активистов посредством соцсетей, когда там вырывают из контекста, задерживают только за лайки или, например, за какой-то пост на своей страничке, вызывают на допросы и так далее. Но этот подход обратно же, я говорю, он избирательный очень, он избирательный и он больше действует в отношении обратно таких вот активистов, которые считаются у нас сегодня более в оппозиции, в оппозиции сегодняшней власти. Пока вот, что касается вообще распространения такой практики, как свобода собраний в интернете, у нас пока в этом плане не особо как бы активно, несмотря на то, что онлайн-собрания, они также защищены международным правом. Я даже, наоборот, предлагала внести в закон вообще такое понятие, как онлайн, мирные собрания, потому что на самом деле это тоже очень хороший инструмент. Но что обратно для этого должна сделать власть? То есть это не просто так загнать всех онлайн, чтобы там осидели и выражали свое мнение. Да, это хорошо, но она же должна еще и слышать, иначе получается обратно же суть мирных собраний, в том числе онлайн, она не доходит до своей цели, она не достигает своих задач. Поэтому, если вдруг какая-то такая инициатива будет подниматься, если даже вот сегодня мы говорим о петициях, об обращениях и о свободе выражения мнений, но мы кому говорим это? Кто слышит? Кто собирает эту информацию? Кто как-то ее обрабатывает? И какой орган власти вообще дает обратную реакцию? Мы не видим пока этого. Да, мы свободно говорим о проблемах, мы говорим о болезнях своих точках, но обратно же обратную связь на сегодняшний день мы не чувствуем совершенно. Спасибо, Лоу. Спасибо большое. Спасибо, Гульшаир, вы правы. И я хочу сейчас Раджабу предоставить слово. Раджаб, пожалуйста, скажите, как социальные сети повлияли на свободу высказываться в Таджикистане? У вас очень большая группа, вы, наверное, очень хорошо следите. Да, в самом деле люди 10-12 в последнем году начали обсуждать очень смело. Это потому, что после того, как люди пришли к такому выдачу вот этой газеты и сайты, которые у нас есть, они правительственные, поэтому им не доверяют. И вот они, люди массово идут сейчас в основном в Facebook. Это массово, когда я говорю массово, это я имею в виду людей, которые имеют свое мнение и хотят об этом говорить. А что касается вот таких моментов, которые провели разные петиции, значит, они показали властям, что есть еще единомышленники, которые могут еще собираться или делать. Но были у нас и опять такие случаи, вот если помните, три года назад, когда речь шла о повышении цены на интернете, два женщины у нас собирали просто подписи. И вот потом что-то с ними случилось. То есть люди власти боятся можно сказать любыми акциями, которые даже вы хотели провести через интернет и социальные сетей. И вот эти группы, которые иногда бывают такие резкие материалы, где наша группа информации для размещения, она всегда да, мы рассматриваем каждую даже комментарий, который пишут наши пузыри, потому что у нас несколько раз были проблемы, нас пригласили на допрос, и поэтому мы конечно будем наблюдать за все. Что касается, да, люди хотят, люди видят в социальных сетях единственные пока трибуны, где можно высказаться, найти единомышленников и собрать кое-какие группы. Да, в Таджикистане вот дела обстоят так, что люди более свободно высказываются в социальных сетях, нежели оффлайн, да, как мы говорим об этом. Тимур, я хочу у вас спросить, какую роль в социальных сети играют в Узбекистане, могут ли социальные сети заменить эти оффлайн мероприятия? Пожалуйста, я в Узбекистане в целом картина такая же, как и коллега из Таджикистана сказал, социальные сети, а конкретно Facebook и Telegram играют огромную роль, и большая часть настроения граждан, в особенности недовольства, именно высказывается в социальных сетях. То есть, например, в Facebook, самой популярной соцсети Узбекистана, есть очень много групп, где люди пишут о своих проблемах, где люди выкладывают различные видео, что и там, где-то какие-то незаконные действия происходят. И часто бывало, и бывает так, что благодаря таким группам, благодаря различным блогерам, у которых есть каналы в Telegram, самый популярный наш мессенджер в Facebook, различные госорганы, в основном хакимиад, или какие-то министерства, ведомства видят, и меры принимаются. Приведу самый свежий пример, который произошел около недели назад. В одном из кварталов Ташкента между домами была детская площадка. Если коротко, приехал за строщик, стал все ломать и что-то там строить. Люди вышли, стали ругаться там, дело до рукоприкладства дошло, быстро осветили в интернете, приехал сам руководитель Ташкента, и вроде бы стройку остановили. То есть эффект есть. На второй ваш вопрос, заменят они или нет, я полагаю отрицательным. С одной стороны, да, мы живем в 21 веке, и в отличие от даже 1988 года, когда был принят советский порядок, сейчас многие вопросы можно обсудить в интернете. Тем более люди работают, тем более у людей учеба есть, и проще общаться через интернет. То есть часть вопросов действительно решается через соцсети. Но с другой стороны, и как к сожалению показывает практика Ташкента, часто люди пишут о проблемах, а проблем очень много, и их не замечают, или замечают, но не реагируют. Поэтому в таких случаях действительно люди прибегают, я вот примеры привел, и будут прибегать к своему праву на собрание, чтобы это выразить открытым способом. и сейчас именно в Ташкенте в частности, да и в целом в Узбекистане такой момент, когда у нас действует практически очень демократический порядок, потому что советский порядок ставит три ограничения. Надо проводить собрание согласно цели, нельзя иметь оружие, и нельзя нарушать общественный порядок, то есть ругаться, оскорблять, драться, все. То есть заяви и действуй по закону. То есть сейчас у нас как раз такой момент, когда это можно отработать. Несколько лет отработать действующий порядок, а потом говорить про новый закон. Так что бессмертный полк тут это и не только честное 9 мая, это и получилась реализация законным образом права на собрание. Спасибо, Тимур. Давайте узнаем, как обстоят дела в Казахстане. Роман удовлетворяет ли людей их право высказываться в соцсетях или все же люди хотят выходить на улицы и публично высказываться о своих проблемах, предпочтениях и так далее. Пожалуйста, вам слово. Я хотел бы с самого начала отметить, что у нас существуют такие статьи, как в административном кодексе как клевета. Это с одной стороны, а с другой стороны у нас есть в гражданском кодексе такое понятие как защита чести достоинства деловой репутации. И вот зачастую за высказывания в социальных сетях наши государственные органы, чиновники отдельные либо бизнесмены, они так или иначе пытаются привлекать как активистов, так и отдельных граждан в разной мере по различного рода статьям и пытаться либо их каким-то образом финансово наказать, если мы говорим о гражданском законодательстве, либо сделать так, чтобы административная ответственность настигла по их мнению тех людей, которые правильно пишут про них, хотя по существу все наоборот, и получается у нас очень интересные истории, когда есть контрриски и так далее. В общем, ситуация развивается, но тем не менее, хотел бы сказать следующее, что, во-первых, социальные сети, они логически дополняют все то, что происходит сейчас в Казахстане, и благодаря социальным сетям, в частности, Инстаграм, Фейсбук, организаторы мирных собраний, они могут общаться непосредственно со своими со своей аудиторией в режиме реального времени очень быстро, каким-то образом координировать работу, набирать количество людей, набирать волонтеров, в общем, организовывать процесс от А до Я через использование потенциала социальных сетей, и это очень позитивно. Роман, только я его не вижу или все, да, он, по-моему, выпал. Роман, вас не слышно и не видно. но я думаю, что мы поняли, о чем хотел сказать Роман, да, что социальные сети дополняют, и с одной стороны очень легко можно скоординироваться, с другой стороны все-таки есть, наверное, фактор того, что люди могут высказать свое мнение, что-то там сказать и все, больше не выходить на митинги, такое тоже есть. Ну вот, Романа нет, а у нас есть некоторые комментарии и вопросы в чате, я вижу, Гульчаин уже отвечает в чате на вопросы, сейчас у зрителей нашего мероприятия есть возможность задать свои вопросы в чате, а я пока что зачитаю комментарии, вот Тимур Токтаналиев, мой коллега и продюсер, говорит о том, что советские и российские подходы, стереотипы о митингах к сожалению крепкие в Кыргызстане, якобы митинги проводят только бездельники, агенты Запада и так далее, здорового понимания и принятия практики проведения митингов нет, большинство в обществе это мнение по факту принимает и разделяет, ну это, наверное, так, так и есть и везде. И Тимур Исмаилов пишет, коллеги знакомые, журналисты спрашивают, будет ли какая-то тезисная публикация, да, Тимур, будет, у нас будет большая статья на нашем сайте kabar.azia, также на нашей странице в фейсбуке kabar.azia будет сохранено это видео, которое сейчас идет и в прямой трансляции, и вот уже Гульшайр ответил на вопрос с Вики Бирюковой о том, что в некоторых странах также ограничивается доступ к веб-сайтам, да, или социальным сетям, содержащим информацию о демонстрации, и не только. Например, в Таджикистане очень часто ограничивается доступ к веб-сайтам, бывали, но последнее время нет, да, слава богу, Раджаб. Но некоторые сайты у нас заблокированы, да, есть, например, сайт Озуди, радио свободы на русском языке, но не все провайдеры, но в Таджикистане очень хорошо научились пользоваться VPN-ами, так что обходят такие блокировки. Если у нас больше нет вопросов, и если у экспертов есть еще что-то сказать, я могу предоставить по одной минуте, но в целом я благодарю наших уважаемых экспертов, которые рассказали нам о ситуации в своих странах и дали свою экспертизу. Я напомню, что с нами сегодня на связи были из Казахстана Роман Реймер, Большаир Абдерасулова из Бишкека, из Душанбера Джаби Мирзо и Тимур Исмаилов из Ташкента. И модерировала экспертное обсуждение я, Лола Алинова. Больше аналитических материалов по этой и другим темам, волнующих жителей стран Центральной Азии вы сможете найти на нашем аналитическом портале по адресу www.kabar.azia. Спасибо вам всем за участие и до новых встреч. Одну минуту, можно будет внимание? Слушаем вас, Тимур. С учетом того, что у нас в Узбекистане, как и на Украине, в законодательстве путаница, может быть, до публикации или вот я вам скину какие-то текстовые статьи, чтобы их включили или вот с нашими коллегами-экспертами поделились, потому что иначе тут понять очень сложно, что у нас происходит. Хорошо, Тимур, я буду вам очень благодарна, если вы пришлете нам, я разошлю это экспертам нашим. Я вам в Телеграм скину потом. Спасибо вам всем за участие. Я надеюсь, что нам еще удастся увидеть и поговорить на другие темы. До свидания. Коллеги, спасибо. До свидания всем. Удачи. До свидания. Спасибо. Доимна. Субтитры создавал DimaTorzok